Включаю, размыкаю ключ и лампочка горит. Без проводов и напряжения лабораторную по физике восьмиклассница делает в онлайн-сети. Притяжение магнитов и электрическая цепь – десятки законов физики за один урок. Реальные знания в современной школе преподают при помощи виртуальной доски. К примеру, эту электрическую цепь возможно собрать при помощи одного клика. Такой же гаджет помогает освоить и английский. И задания по грамматике можно выполнить как у доски, так и на мобильном рабочем месте. Современную уроку без использования интерактивных технологий представить вообще нельзя. Мы работаем с учебником, работаем с какими-то дополнительными материалами, и какая-то часть урока у нас – работа с компьютером. Это скорее средство, которое помогает учителю в его работе, но не заменяет его. Разговорную речь на правильном английском отрабатывают с онлайн-собеседником. Будущий инженер, а ныне выпускница столичной гимназии, видит особый смысл в таком тандеме с техникой. При работе с компьютером мы и слышим, и видим, и можно проговаривать. Энергии на 8 тысяч перелистваний страниц. Такую книгу две недели можно читать без подзарядки. Она свободна от игр и интернета. Здесь все школьные знания – учебники, конспекты лекций и домашние задания. Пока это эксперимент среди десятиклассников лицея БГУ. Учитель в любой момент, придя на занятие, может что-то обновить, дополнить и так далее. Поэтому такое динамичное изменение – это главное преимущество. Весь нынешний учебный год в школах Беларуси опробируют планшеты. Если это ноу-кау приживется, то рядом с печатными изданиями в картотеке школьных библиотек появятся электронные экземпляры. Треть школ уже реорганизовали в библиотеке, в медиатеке. Они могут быть использованы не только преподавателями, но и учащимися. Никаких новых реформ и экспериментов в средней школе не будет. Это подчеркнул президент во время послания. Цитата. «Все внимание необходимо сосредоточить на повышении качества образования с использованием современных информационных технологий». Ольга Юрудь, Татьяна Харлинская, Александр Миронович, Дмитрий Лойко, телекомпания СТВ.